Слава Богу! Какая замечательная у нас программа в Господе! Исполнение Духом Святым, песнопение. Посмотрите, послушайте, такая интересная фраза, даже две. Вообще всё было замечательно. Среди всех проблем человек скажет в этом мире, «Проблемы, проблемы!» А псалмопевец и певец, и все мы поём «Ты мой царь!» «Проблемы? Ну в чём дело? Ты мой царь!» Ой, как здорово! Среди всех скорбей ты жизнь моя! Как апостол Павел сказал во втором послании к Коринфянам, в двенадцатой главе, в десятом стихе, «О, так лучше я буду хвалиться немощами своими, и ты явишь силу твою». Отец наш Небесный, благодарим Тебя за это замечательное песнопение. Благодарим Тебя, Господь, за этот полёт нашей души. И благодарим Тебя за то, что в этом полёте мы видим Тебя и Тебя и Тебя, Господи. Слава Тебе! Благослови наше размышление, посети нас особенным образом, подари нам замечательную радость, и мы видим, как Ты достоин восхваления нашего, потому что Ты всегда с нами. Во имя Твоего Иисус мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас с вами пятьдесят шестой псалом. И я его назвал «Путь к небесам и выше». Это в одном из комментариев на этот псалом было «От пещеры к небесам и выше». Мне понравилась эта фраза. Псалом пятьдесят шестой. Начальнику хора не погуби. Ты мой царь. Среди всех проблем ты царь. И я уверен, что ты не погубишь. Это писание Давида, теперь послушайте внимательно. «Когда он убежал от Саула в пещеру». Ситуация была такая, подобная тому, как Господь выводил свой народ из рабства египетского, рабства к греху, и он выводил. А тот, кто разрешил это, фараон, «Ну ладно, идите, а то здесь от вас только много бед». Книга Исход. Двенадцатая глава и так далее. И потом фараону донесли. «О, ты знаешь, а их-то Бог завел в такое неприятное место. Выхода нет. Стоит только конницу твою с каретами, войнами туда бросить, и все. И ты возвращаешь их. И они снова работают на тебя. Фараон поверил своим советникам. И действительно, когда они стали приближаться, то это место было хуже некуда. Они точно так же, как здесь. Давид оказался в пещере, а там они, море перед ними, и со всех сторон скалы. И теперь только лишь осталось «Зайди туда и бери их». И все. Помните, помните, как там? Бог открыл путь. Он открывает нам всегда путь. И Давиду в пещере некуда идти. И вот этот Псалом, как раз, он забежал в пещеру, скрываясь от Саула. И мы еще почитаем с вами этот отрывок. Но сначала вот эту песнь Давида. Писание. Второй стих. Помилуй меня, Боже. Помилуй. Ну, конечно. Стоит только Саулу послать своих разведчиков, и весь отряд Давида погибнет. А разведчиков надо было посылать. Потому что, ну, конечно же, в любой пещере такой отряд попробует скрыться. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. И в тени крыл Твоих, запомните это выражение, ты укроешь меня, я укроюсь, доколе не пройдут беды. Я воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Слово благодетельствующий на иврите обозначает совершающего меня. Тот, кто приводит меня к совершенству. Я не мощен, а он совершает. И в этом случае происходит такое совершение. Где совершение? написано в Новом Завете. Удивительное, да? Филиппийцам 1 глава, 6 стих. Начавший в нас доброе дело, он его совершает. Подумайте о себе, как Бог работает над вами. И вы все чаще поэтому поете, открываете Библию, бываете на собраниях святых, на этих замечательных. Я считаю, для меня это большая... Если бы зума не было, бы я все равно то же самое делал. Но так как мне хочется поделиться со всеми, мы приглашаем вас. И вот уже двенадцать экранов светится. И вот уже двенадцать экранов светится. Господи, так благодарна Тебя. Ты совершаешь меня. Он начал в нас доброе дело. Он продолжает, и Он совершит. И что произойдет? Он нас заберет к себе на небеса. А те люди, которые прошли перед нами, наши братья и сестры, они уже на небесах. Они в совершенстве. Ох, какая красота! Четвертый стих. Он пошлет с небес, и Он спасет меня. Он посрамит ищущего поглотить меня. Так и произойдет в этом случае. Это вообще катастрофа для Саула. Откуда ни возьмись. Приходит катастрофа. Посрами. Пошлет Бог милость свою и истину. Пятый стих. Душа моя среди львов. Ну, три тысячи человек. Армия Саула. Я имею в виду, с которой он пошел. Три тысячи. Триста человек у Давида. Я лежу среди дышащих пламенем. Смотрите, я среди львов. Я лежу, таюсь, вот-вот, эти дышащие пламенем. Сыны человеческие, у которых зубы, копья и стрелы. Помните, когда Иисус находился на кресте, что кричали? Эй, если ты сын Божий, то сойди из креста. Нет, гвозди очень большие. Не сойдешь. Это были гвозди любви отца. Это было великое проявление любви к нам. И это была великая почесть. Страшно, но так. Он воспринял это как благодать, чтобы принести себя в жертву. Итак, вот они, те, кто угрожают львы, дышащие пламенем. Они, сыны человеческие, навострили свои пики, мечи. Что остается делать? Ты царь среди проблем моей. Будь превознесен выше небес, Боже! И над всею землею да будет слава Твоя. Но стоит только вниз посмотреть, убрать во взгляд с небес. Ой, какая картина! Седьмой стих. Приготовили сеть ногам моим, и душа моя поникла. Выкопали передо мною яму. Да. Пропал. Ну, стоп, 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 стоп. И сами упали в нее. И здесь, в оригинале, в этом месте написано слово «селах», что означает пауза. Давид увидел, что его молитва «помилуй, Боже, меня помилуй!» «От тебя уповает душа моя, в тени крыл твоих я укроюсь, не в пещере, а в тени крыл твоих. Да коли не пройдут беды, вот она яма, и все. Воззову Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес, спасет меня, позрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину. И теперь будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею добудет слава Твоя». Восьмой стих. Там как будто рефрен. Седьмой стих. «Приготовили сеть. Ногам моим душа поникла. Они приготовили. Выкопали передо мной яму. Ужас какой! И вдруг бум-бум-бум. И в нее упали». Восьмой стих. «Хо, так мое сердце готово. Они приготовили сеть. А ты приготовил мое сердце». В трудностях Господь готовит нас. Он укрепляет наше новое сердце. Он доказывает, что Он рядом с нами. Это доказательство полезно не только для нас, но и для врагов. Потому что те, думая, что вот яма мы приготовили для этих, и вдруг сами в этой яме, и они смотрят. «Готово сердце мое Божие!» «Готово сердце!» Почему два раза? «Господи, я просил, а ты все подготовил. Готово мое сердце!» «И я что буду делать?» И исполняться и дальше Духом Святым. Ефесянам 5, 18, 2 часть. И дальше идет. И там уже смиренный Павел. Там, здесь Давид. «Я буду петь и славить. Воспрянь, слава моя! Воспрянь! Псалтырь и гусли!» И все уже заговорило. И все уже славит. О, какая красота! У меня здесь рядом гитара. Я когда-то давно, размышляя над этим псалмом, написал небольшую песню. Я, может быть, наберусь храбрости и спою это. Она небольшая. «Готово сердце мое Божие! Готово сердце мое! Буду петь и славить! Воспрянь! Слава моя!» Кто слава? Ай, какая красота! Послание к Колоссянам. Третья глава. Вы же воскресли? Ищите! Смотрите туда, где Господь сидит, Одесную величие и славы Отца! Все Божество, Отец, Сын, Дух Святой! Твоя жизнь, верующий, сокрыта в нем. Сейчас она кажется людям, какая-то странная. Все гуляют, поют, а мы поклоняемся Господу живому. Но вот в Его пришествия, в Его славе, и мы с вами придем. Он доказывает себя и свое действие не только в плавно текущей жизни, но и тогда, когда идут притеснения. И Он обучает нас римлянам 8, 28. «Ибо любящий Его, обученное Его любовью, которую Он являет в обыкновенном мире, в котором есть бушующие стихии, бушующие люди, львы, скрижащие зубами, все приготовили, чтобы поймать». И вдруг Господь дает освобождение, поэтому послание Якова, первая глава, второй стих. «О, когда наступает искушение, давайте будем радоваться, потому что мы знаем, теперь Господь удивительным образом будет работать в нас». «Все содействует ко благу любящим Бога». Вот эта пещера, входя в которую «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь. Я захожу в эту тьму, Господи, но на самом деле в духовном мире я под Твои крылья вступаю. «И беды тогда пройдут, я буду взывать к Тебе, Боже, Всевышнего Бога». «Нету выше Тебя, Господи, мой Спаситель, ведущий нас к Отцу. Он пошлет с небес освобождение, Он спасет меня, нас, и посрамит ищущих душу мою, да так, что те становятся...» Вроде бы этот человек был как балаха, только вот я вижу за ним великого Бога, и останавливаются люди. И через некоторое время и с ними происходят такие чудеса, и у них в сердце, и над их головою удивительное пламя Духа Святого. Деяние 2 глава. Ученики Иисуса Христа на день Пятидесятницы собрались в горнице, молились. А в Иерусалиме по этот праздник идет, и Дух Святой наполняет всю эту комнату. И над каждым из них этот язык пламени, горение Духом Святым. И вот они уже не могут остаться там, в этой комнате. Они выходят на улицы. Рядом многие люди из разных мест Римской империи. Разговаривают о евреи, разговаривают на тех местных далеких языках. И эти люди из горницы с этими пылающими в духовном смысле языками пламени Духа Святого начинают говорить о завершенной работе Иисуса Христа. О том, как Он был вознесен на кресте. Думали, что Он погублен. Думали, что Его закрыли, победили. А Он вознесся на небеса. Воскрес. А воскрешая и всех нас захватил. Потому что в Библии так замечательно написано. Ефесянам 2 глава, 5-6 стихи. Вот Он в гробнице. Вот Его тело в гробнице. И Отец оживотворяет Его. Подождите, подождите. Самое главное дальше идет для нас. И мы с Ним оживотворены. Не отдельно, а с Ним уже тогда, когда Его Отец оживотворял Сына Своего. Ах, и воскрешал, и посадил Его позже на престол Свой. Ах, какая красота. И мы с Ним оживотворены с Иисусом Христом. И воскрешены с Иисусом Христом. И посажены с Иисусом Христом в Нем. В Нем вся наша жизнь в Нем закрыта. Это замечательная тайна для всех. А для нас это истина и правда, которой мы с вами живем. Да. Готово сердце мое, Господи. Готово сердце. Буду петь и славить. Воспрянь, слава моя. Воспрянь, псалтырь и гусли. Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи. О, между народами. И вы будете моими учениками. Воспримите силу Духа Святого. И пойдете от Иерусалима в Иудею, в Самарию, в Казахстан, Киргизию, Россию, в Америку, в любой очередности, как хотите. Какая замечательная вещь. И с вами будет происходить то же самое, что с Давидом. Казалось бы, гибель приблизилась. Помилуй, помилуй, Господи. И вот победа. Я буду воспевать Тебя среди племен. Почему? Ибо вовек милость Твоя. Ты не даешь то, что я заслужил, то, что заслужили эти племена, народы. Слышите, да? Ты даешь благодать. А какая Твоя благодать? Жизнь вечна. Почему? Да Ты же определил эту жизнь для нас. В Иисусе Христе уже распял Его до сотворения мира. Вот он, путь. Вот оно, совершенство, в которое мы с вами идем. Ибо до небес велика милость Твоя, до облаков истина Твоя. Будь превознесен. Выше небес все полетели. Выше небес, Господи. И над всею землею да будет слава Твоя. Все содействует ко благу. Верующему в Него. Все. И поэтому мы убеждаемся ежедневно в том, что Слово – Его истина. А вот это история, в которой сталкивались эти события. Двадцать четвертая глава. Перед этим, в двадцать пятой главе, в двадцать третьей главе, завершение было такое. Сау узнал, что Давид находится в определенном месте. Он погнался, гора, и ему сказали – за этой горой находится Давид. И он поскакал. И пошел со своими воинами, чтобы схватить Давида. И вокруг горы как вы ходите? По кругу, да? Обязательно найдете там. И Давид по кругу ходит. Прямо два царя. Один гонится, чтобы убить, а другой идет, чтобы спасти царя. И вот Бог прекращает это хождение вокруг этой горы, высокой. Саул получает сообщение от своих разведчиков, что филистимляне напали. И он бросает Давида. Чего там его гонять? И идет воевать с филистимлянами. Когда закончилась война, 24 глава, то события продолжаются так. И вышел Давид оттуда, где он после вот этого горокружения события. Оттуда и жил в безопасных местах В.Н. Гадии. Почему там безопасные места? Да еще и гора какая-то называется Энгадия. Фонтанчик-козленка. Безопасные. Для кого они безопасные? Для Давида. Почему? Да потому что Господь его охраняет. Посмотрите, там где-то воюет Саул, между прочим. Саул, Саул, ты мог бы отдать все это действие Давиду, и он намного лучше бы справился. Потому что это был и великий военачальник. Правда, и великий певец. А для нас вообще-то замечательно. Мы особенно-то и не знаем о баталиях, которые приходилось претерпевать Давиду и побеждать. Хотя написаны они, некоторые. А потом пишется, сколько у него в душе этого бы обращения. Что не проблема? Ты мой царь. И он обращается к Богу. Какая бы проблема ни была, он сразу же к нему. Его воины восстали, там плачет и так далее. Конец первой книги царства. И они уже готовы побить камнями самого Давида. И тот начинает восхвалять Господь. Всегда. Всегда. Великое учение для нас с вами. Правда? Заорали соседи. Пожалуйста, лечу в самолете. И вдруг очень громкий плач ребенка. Я начинаю молиться за этого ребенка. Плач успокаивается. Готовлюсь к сессии, встрече по тому или иному писанию из Библии с пастором Шарлером по четвергам. И вдруг начинает кто-то сверлить стену. И идет такой гул. И идет такой гул. Начинаю молиться. Господи, останови его. Останавливается. Летим на самолете из Мальма в Стокгольм. Я лечу из Европейской конференции Грейта Грейс в Стокгольм. А рядом со мной, как оказалось, сидит знаменитый стоматолог. И он так, переполненный теми воспоминаниями, вероятно, которые у него были в Мальмо. Там у них конференция была. Посмотрел на меня. А у меня в руках Библия. И он явно видит, что это Библия. Потому что книга, на каком бы языке она не была написана, но вот эти вот на каждой странице два столбца, это совершенно точно говорят, что это Писание. Я читаю Библию на русском языке. И он понял, что это, вероятно, как-то знал. Может быть, немного знал русский язык. Сказал, вы что на русском языке понимаете? Я говорю, да. О, надо же, как здорово. Ну, это было начало разговора. Я говорю, что вы же видите, это я Библию читаю. На русском языке Библия. Мы тоже были когда-то верующими в Иисуса Христа. Начал он. А потом решили взять все в свои руки. И у нас хорошо получилось, говорит стоматолог. И тут самолет хорошо получилось. Летел, летел. Потом и в воздушную яму, наверное, стал падать. Я как сидел, читал, так и сижу. А он весь бедный забился под кресло впереди сидящего. И потом оттуда смотрит на меня, как будто мы на разных этих рейсах летим. Один прямо идет, а другой падает. И он говорит, вы что, не боитесь? Да, когда мы в Боге, то мы вообще на небесах уже хотя можем падать. Это такая интересная вещь. Это не было бравадой одного человека, который более храбрый. Это была демонстрация, я так понимаю, Богом его присутствия в жизни этого человека. И вот в безопасных местах дальше что происходит. Когда Саул возвратился от филистимлян, только он возвратился. У него такие хорошие советники, это те самые, зубьями копьями, языком, мечом. Чего вы идете к Саулу? Как они ненавидели Давида? Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энганди. И взял, Саул, три тысячи отборных мужей, три тысячи из всего Израиля. Почему? Ну, чтобы как в тот раз ходили вокруг горы, а сейчас сделаем так. Если будет гора, одни в одну сторону пойдут, другие в другую. И точно мы его арестуем. И пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьего при дороге. Там была пещера, но приспичила. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Пятый стих. И говорили Давиду люди его. А, Давид! Вот день, о котором говорил тебе Господь! Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно, с врагом твоим. Давид встал и потихоньку отрезал край от верхней одежды. Саул, представляете? Это такая невероятная картина. Отрезает часть верхней одежды. Плащали там или еще что-то. Рискует. Почему? У него есть уже где-то там внутри спасительный план для Саула. А когда он это сделал, то он понял, что это так плохо было. Потому что перед ним был беззащитный царь. А он, как подданный, должен защищать его. После этого, шестой стих, больно стало сердцу Давида. Готово мое сердце. Так что, из-за того, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не допустит мне, Господь, меня, сделать это господину моему, помазаннику Господа, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господа. Он говорит это и своим солдатам о себе. И удержал Давид людей своих этими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул, он поступил как царь, настоящий царь. Не настоящий царь убил бы, а настоящий царь. А как он, если убьет, как он получит 10 колен, или все колена израилевые к себе? Ну, как он получит? Будут все время говорить убийца Саула, законного царя. Будут и такие, которые будут убивать царей. Потом встал и Давид, да, а Саул и удержал Давид своих людей, и дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саула глянулся назад. И Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот, Давид, и умышляют зло на тебя?» Когда вам кто-то доброхотливо дает совет против человека Божьего, он пытается внести зло в наши души, как верующего. Сколько различных шуток глупых насчет христиан. Сколько будет обвинений, как я наслышался этого в различных религиозных управлениях, когда бывал, начали говорить, а вот какая-то вот эта церковь какая-то... Да я говорю, вы знаете, я знаю, что они братья и сестры мои. И замолкал человек. Зачем мне что-то с тем, кто ничего не понимает, вступать в сговор против других, братьев и сестер моих? Бог спас Саула, и Бог открыл Саулу. Не слушай ты злые речи, которые против тебя. Да, в этом псалме мы видим с вами. Ты подготовил мое сердце Божие. Оно готово. Я буду петь и славить тебя. Воспрянь, слава моя, Господь Иисус, и твоя завершенная работа на кресте Голгофе. Воспрянь, псалтыри гусле. Воспрянь. Я встану рано. Буду славить тебя, Господи, между народами. Буду воспевать тебя среди племен, ибо до небес велика милость твоя, до облаков истина твоя. И вот давайте мы посмотрим на эту завершение песенку. Песню я и назвал «Выше небес, милость твоя». Вы, Вы выше небес, милость твоя. До облаков возносишь истину и правду. Бездна любви, верность Христа. Как драгоценна и сильна милость твоя. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе в это утро. Благодарим тебя за твою милость и истину, благодать твою, прощение. Благодарим тебя за нашу жизнь в твоем свете, за подготовку наших сердец. Да так, что ты возносишь нас выше небес. Слава тебе, Господь. Может быть, среди тех людей, которые слышат это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите Ему простые слова, принимая. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи меня Твоему Слову. Приведи в живую церковь. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу. Аминь.